1 сентября дверь этой школы откроется для 400 учеников, кроме удобных классов и спортивного зала с современным покрытием. Здесь проектировали собственный класс хореографии и открытый стадион. Школа в Станинце-Староминской одна из первых в регионе, которая построена по типовому проекту. Именно такие образовательные учреждения будут появляться по всей Кубани. Здание показывают губернатору края. Строительство школы начали в прошлом году. Сегодня осталось установить оборудование. Не должно быть разницы между городской школой и сельской. И вот здесь этой разницы явно не будет. Потому что мы прошли по типовой школе, современной школе, которая комфортная, которая позволит явно дать качественное образование нашим детям. Насилие, еще раз подчеркиваю, насилие. И типовые проекты уже пошагали по Кубани и доказали, что они имеют право на повсеместную их реализацию. Но у тех, кто получил качественное образование, должен быть стимул остаться на селе. У современных сельхозпредприятий на Кубани сейчас огромный запрос на высококвалифицированных специалистов. От агрономов до водителей комбайнов. Тем более, что агропромышленный комплекс – одна из самых динамично развивающихся отраслей в регионе. Сейчас в самом разгаре уборка пшеницы. Вениамин Кондратьев осматривает поля и интересуется у фермеров. Скажется ли на урожае задержка жатвы из-за дождей? По словам аграриев, урожайность в этом году выше средней. Теперь нужно выгодно продать зерно. Цена может быть еще выше, чем сегодня предлагает рынок. Потому что у наших коллег и партнеров не очень хорошая урожайность. Поэтому я думаю, что однозначно кубанская пшеница поднимется в цене. Вот тот урожай, который в поле еще не урожает. Он будет тогда высоким рекордным урожаем, когда он будет у нас в закромах, в наших элеваторах. Ну а самое главное и в карманах, конечно, наших сегодняшних сельхозтоваропроизводителей. Ну а в целом, как сегодняшний год по урожайности. Конкретно по нашему хозяйству, я думаю, что урожайность будет лучше. Вы же прошлогодние. Вениамин Кондратьев побывал сегодня и на перерабатывающих предприятий района. Маслозавод Староминскую получает до 100 тонн растительного масла в сутки. При этом здесь бесплатно предлагают ангары для хранения семечки. Качество, допустим, семечки нашей кубанской и качество, которое мы сегодня... Очень отличается. Очень хорошее качество. Конечно, здесь вот масличка 44-46. У нас в этом году было 50-52. Сирония Львовна, в случае, допустим, кипяте вашей работы, Конечно, Андрей Николаевич, на весь год загрузить работы предприятия нашим кубанским, кубанская семечка, это сложно, потому что мы нарушим севооборот. Но, тем не менее, нужно продумывать так, чтобы все-таки круглогодично предприятия наши были, конечно, загружены нашим подсолнечником. За год в районе произошли существенные изменения. Удалось отремонтировать дом культуры, построить офис врача общей практики и современную школу. Уже на встрече с активом отмечает Вениамин Кондратьев. Синтелсу уровень безработицы, а по сбору урожая зерновых – муниципалитет в числе лидеров своей территории. Но еще есть над чем работать, продолжает глава региона. Благополучие района напрямую зависит от развития экономики. А для этого нужно открывать новые предприятия и создавать рабочие места. Одним словом, научиться зарабатывать самостоятельно, а не ждать постоянной помощи. Вам здесь важно не успокаиваться на достигнутом, а максимально набирать темпы. Максимально. От этого, конечно, напрямую зависит качество жизни людей. Я сторонник того, что вы делаете. Понятно, сложно, понятно, непросто, понятно. Но поймите одно, что кроме нас все равно никто ничего не сделает. А если вы сегодня там, где вы живете, где проблемы, пытаетесь как бы только проблему обозначить, без выхода с этой проблемы, то сверху этот путь никто не увидит. Создайте тот механизм, если нужно, добейтесь, чтобы вокруг вас что-то менялось. Основой экономики Староминского района является сельское хозяйство. На него и нужно делать ставку, отмечает губернатор. Привлекать инвесторов и развивать внутренний рынок. Пока по социально-экономическим показателям Староминский занимает 30-ю строчку в рейтинге районов. А конкуренция среди муниципалитетов растет каждый год. Елена Касабова, Александр Иванченко, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань-24, Староминский район.